Не надо, зачем, неинтересно, неправда, враньё. Мы выучены по учебникам, которые собрали материал про самих же казахов, не казахами. Вот то, о чём ты сейчас сказал, когда приезжает посторонний человек и описывает культуру других людей, это, оказывается, называется эпистемиологическое насилие. То есть, если ты официальным каким-то источником не веришь, то здесь вот посмотри на себя, проверь. Почему ты, например, говоришь на языке, на котором ты говоришь? Почему ты думаешь так, как ты думаешь? Почему, например, установки по поводу войны для тебя вот сейчас такие? А шашвок — это не просто строчка в учебнике, это история каждой казахской семьи. Всех это коснулось. Это очень интересно, когда условно приходит муж домой и говорит, блин, а что ты, жена, устала? Ты же не работала. Ты же весь дома сидишь. Советский Союз сильно изменил наши культуры на установке. Но, тем не менее, мы пробиваемся, и очень круто, что мы не возвращаемся старым, скажем так, видом этого искусства, которые уже не могут жить по объективным причинам. А мы берем наш культурный контекст и вкладываем его в современность. Союз! Союз! Эскимо по три копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте «Отекалон». Привет, это Баштан Башта, подкаст «Отекалон». Мы с Арсеном сегодня будем говорить про подкаст «Добсёс», с чего он начинался, почему он важный, и в целом про то, как декалониализм сейчас шагает по просторам казахского интернета. Давай начнем тогда с того, что такое «Добсёс». Когда это началось? Откуда идея пришла? «Добсёс» родился, если я не ошибаюсь, в 2019 году. Мой соведущий, соавтор, сооснователь Жомарт и я начали размышлять по поводу того, насколько у нас представлены различные люди в соцсетях. То есть если посмотреть Инстаграм того времени, сейчас это не сильно изменилось, но уже намного лучше. В то время в основном всю эту нишу занимали инфо-цыгане, так называемые, да, блогерки, блогеры, нечистые на руку иногда, или просто которые стали известны благодаря каким-то скандальным вещам, ну и плюс там вайнеры, какие-то отдельные отношения. Вот, и мы подумали, что неплохо бы было показать наших экспертов, потому что мы смотрели все Джоу Рогана, то, что происходило в том числе и в российском подкастинге, европейские подкастинги, и в целом стало понятно, что у нас огромное количество специалистов, которым есть что сказать, но они настолько не медийные, что стоило бы это открыть с той стороны, чтобы показывать их. Вот, собственно, так и всё это родилось. Понятно, что это просто очередной подкаст на казахском ютюбе, который можно посмотреть. Но как соавтор для меня, например, важно было понять, кто я есть, потому что через разговор, скажем, с историками мы понимаем, что вот здесь, например, меня учили неправильно, а я из-за вот этого маленького факта, который мне был, скажем так, вложен в голову в советское время, ну, в школьное время, по советским учебникам, я вот думаю именно так. А вот если этот факт, он, например, не является фактом, это на самом деле вымысел, или он извращен как-то, он не является таким. Возможно, я не думал бы так. И вот подбирая ключики каждой вот такой маленькой тайне, мы находим определённые ответы. Вот, это, по-моему, очень важно. Что касается вообще идентичности, мой соведущий Жомар как-то отлично сказал, что мы выучены по учебникам, которые собрали материал про самих же казахов, не казахами. То есть приезжает в степь какой-нибудь исследователь, этнограф-фольклерийский, как это было раньше, в царские времена, потом в советские, он там собирает какое-то этнографическое исследование, он пишет, параллельно он может быть военным, параллельно он может быть губернатором и так далее, и тому подобное. И вот мы читаем о своих же предках с уст другого человека. С его призмы. Его призмы используя, да. А подкаст наш, казахский, он такой, что мы говорим о казахах или о казахских явлениях казахстанских, о том, что происходит в стране и происходило, с нашей призмой. То есть мы внутри этого сообщества говорим об этом сообществе. Мне кажется, ничего более натурального нет. Вот то, о чем ты сейчас сказал, когда приезжает посторонний человек и описывает культуру других людей, это, оказывается, называется эпистемиологическое насилие. Я вот недавно узнала. Наверное, в некоторых ситуациях действительно можно так это назвать, потому что это, прежде всего, экзотизация. То есть человек не понимает, что и почему происходит. Один из примеров был очень интересный. Рассказывала профессорка Назарбаев университета в нашем подкасте. Она говорила, что один из исследователей, по-моему, Левшин, если не ошибаюсь, рассказывает про казахов летом. Он записывал, говорит, казахи очень ленивые. Почему? Ну, потому что я смотрю, вот это жаляу, это летнее пастбище, и все так неспешно что-то делают, скот сам пасется, и все хорошо. А почему это случилось? Потому что на жаляу все и так хорошо. Это действительно отличное время. В то время как, скажем, в сельскохозяйственной культуре, в русской крестьянской культуре, лето — это сезон, когда надо максимально пахать, работа и так далее. И когда у тебя в голове одни установки, а ты приходишь здесь в совершенно другой мир, он там наизнанку как будто, и при этом все работает, то у тебя, конечно, рождаются мысли, что вот эти вот, наверное, они ленивые, не хотят работать. Нет, просто эта система работает так, что здесь вот работать надо по-другому. Скотт сам себе может выпасти. Тем более, что часть работы, это очень интересно, когда условно приходит муж домой и говорит, блин, а что ты, жена, устала? Ты же не работала. Ты же весь дома сидишь. Да, ты же весь дома сидишь. А там огромное количество невидимых дел, которые супер важны, на самом деле, для сохранения семьи, которые делает сам супруга, и она заслуживает как минимум признания. Я уже не говорю о том, что заслуживает какой-то оплаты труда, потому что это двойная работа, если она при этом еще работает. Вот так же и здесь. То есть не понимая тонкостей, не понимая культурного контекста, описывать кого-то, ну, был как минимум не то, что непрофессионально, не точно. Вот. А мы говорим про себя на своем языке или на своих языках. И прямо здесь. Это раз, два. А подкаст же — это устная творчество. Это то, что наше. Да, у нас, у вас, у киргизов, у казахов устное творчество — это то, на самом деле, что было раньше в кровиогольном камне нашей идентичности, нашей культуры. Да, это изменилось. Советский Союз сильно изменил наши культурные установки. Но, тем не менее, мы пробиваемся, и очень круто, что мы не возвращаемся к каким-то, возможно, старым приемам, приемам, которые бы старым, скажем так, видам этого искусства, которые уже не могут жить по объективным причинам. А мы берем наш культурный контекст и вкладываем его в современность. То есть некоторые подкасты похожи на этос. Вот тоже сейчас хотела сказать про это же. Да, это вот такой словес на этос. Раз, раз, мнение, два, три. И это круто. Поэтому в этом плане я максимально, скажем так, доволен тем, что мы делаем. Я сейчас наблюдаю, как в Казахстане, так и в Кыргызстане такой вот какой-то процесс рефлексии происходит. Мы сейчас пересматриваем свою историю, свое же отношение к своей культуре. То, что очень долго это было, что такое культурный человек, а что такое некультурный. Это же совсем другое было понятие от того, к чему мы сейчас приходим. Как в Казахстане сейчас молодежь? Я думаю, это в основном молодежь, да, начинает вот это движение. Или более взрослое поколение тоже подключается к этому? Мне кажется, более взрослое поколение имеет намерения различные, связанные с тем, чтобы изменить какие-то взгляды свои. Но в силу различных причин, в том числе возраста, тяжело перестраивать, когда вся твоя жизнь прошла вот там 40 лет, 50 лет. Ты там уже так прочно сформировался, да? Да, получается, ты некоторые вещи как будто зря жил. Это тяжело очень. Тяжело признать. Да, молодым, конечно, легче. И что касается пересмотра, или... Так, стоп. Начало вопроса, я почему-то забыл. Сейчас такая, как будто бы рефлексия происходит, и мы, как сказать, вот это вот самоопознание, да, или самоидентификация, мы сейчас как будто бы все это заново для себя открываем. А, да. И вчера тоже разговаривал с людьми, скажем, это тюрки России, ну, не только тюрки, монгольские народы России. У них, например, нет такой возможности, как наши там 30 лет независимости, за которые все-таки и в академической сфере, и в сфере просто информационно, какого-то, я не знаю, публицистического жанра. Открылось очень-очень много вещей, которые могут действительно изменить твою позицию нашему, что ли. Например, одна из самых, наверное, таких вот тяжелых тем, это о шашлыках, это голодомор в Казахстане. Вот, и когда я его поднимал давно, то есть я об этом читал, я не помню, по-моему, в школе еще. Я тогда был поражен, и в школе меня не очень понимали. Типа, зачем об этом говорить, там половина неправда, половину ты сам не знаешь и так далее. Сейчас база... Причем про шашлык, наверное, там буквально половина параграфа, да? Да, и там, по-моему, обвиняли баев в этом всем, интеллигенцию и так далее. Национал-сепаратисты. Махровые, да, махровые националисты, вот вся эта вещь. Босмачи, все, кто угодно, но не советская власть. А изучая это все больше и больше, я натыкался на определенные непонимания. Типа, не надо, зачем, неинтересно, неправда, вранье. Там, на самом деле, вот смотри, города построили. Ну, вы, наверное, тоже самое слышали. Да. Вот. И каждый раз, когда я встречаю людей, кто говорит, блин, спасибо. Типа, вот эта тема для меня была важна. Или кто-то пишет там дайрект. Типа, эту тему я теперь хочу узнать. Это, типа, история моей семьи. Для кого же это очень важный, переломный момент в их самосознании, да? Именно так. Когда они это от вас слышат. Потому что Ашашвак, это не просто там строчка в учебнике, это история каждой казахской семьи. У всех есть кто-то, кто... Потому что мы живем большими семьями в том числе, то есть аулетами так называемыми. То есть это род, семья. Всех это коснулось. То есть это твоя... То есть кто бы о ней ни говорил, там, вранье, не вранье, ты не можешь, скажем, сказать, что вот истории твоей Ажи, твоей бабушки, то, что там у тебя было восемь дедушек, и из них осталось двое, это неправда. Потому что тогда ты сам себе будешь не верить. То есть если ты официальным каким-то источником не веришь, то здесь вот посмотри на себя, проверь. Почему ты, например, говоришь на языке, на котором ты говоришь? Почему ты думаешь так, как ты думаешь? Почему, например, установки по поводу войны для тебя вот сейчас такие? Насколько это вообще твои мысли? Либо они всегда были с тобой, Насчет Второй мировой? Насчет Второй мировой, окей. Но я говорю про сейчас, про сейчасную войну. Ну, в принципе, насчет войны в Афганистане, я имею в виду советскую интервенцию, интернациональную войну так называемую. Насчет любых других. То есть либо это постаралась школа, там, советская, постсоветская, либо российское информпространство, хотя объясняли, что, ну, правильно, что в Грузии война, потому что там они обстреливают Цхинвалию, словно, да? Либо же это навязанное, и тогда тебе, может, не нужно это делать. Поэтому в этом плане мы действительно многие вещи пересматриваем. Открываются все новые... Ну, это просто так же совпало, что подъем национального самосознания совпал с определенной такой политикой, скажем так, идеологизации Алашурды. Алашурда — это казахская интеллигенция начала XX века. В принципе, это лучшие люди Отечества, это первые казахские... Ну, первый казахский тоже так звучит, но тем не менее. Там партия такая была, да? Да, это партия Алаш. Они создали автономию, то есть это государственность. Они проиграли большевикам. Ну, в силу объективных причин, на самом деле. Здесь вопрос, наверное, не деталей. Здесь вопрос общего такого потока идей, которые идут. Идеи, да. Идеи — это понятно, это казахская государственность. Казахская государственность — это нерушимость наших границ, это вещи, которые близки каждому. То есть когда ты говоришь о каких-то абстрактных вещах, типа деколонизации, например, люди могут не понимать, не все хотят в это особо вникать, да им не нужно. Никто никому ничего не должен. Но когда ты понимаешь, что, например, твои установки токсичны, или вообще на самом деле ты так не думаешь, ты просто повторяешь вещи, которые слышал, это уже полностью меняет, на самом деле, твое отношение. Вот война в Украине, насколько сильно она на это все повлияла? Она повлияла, это однозначно. Но мне кажется, что она скорее просто ускорила тот процесс, который сам по себе довольно, как это правильно сказать, он имманентный, он внутренний, и можно быть его катализатором, но нельзя его создать. Он должен быть внутренний импульс. И это все довольно, как это, не натуральное, а это сама очевидная вещь, что есть вот государство, у него есть какая-то история, у этого государства есть интересы. Они могут не совпадать с интересами другого государства. У этого государства есть там, скажем так, средства массовой информации, которые доносят какие-то вещи. У этого государства есть школьная программа, у этого государства есть различные другие методы, чтобы какие-то ценности в том числе распространять или предлагать. Не навязывать, предлагать. И это государство, твое государство. По сути, твое благосостояние. Здоровье твоей семьи часто от этого зависит. Безопасность. Безопасность. И очень тяжело это переоценить. Иметь собственное государство, это большое счастье. И как мы видим сегодня, сегодня не у многих оно есть. Поэтому надо это ценить. В конце концов, сегодня я говорю, что как казахское, так, возможно, и, наверное, и кыргызское молодое население, оно себя не представляет гражданами другой страны. То есть мы не можем уже вернуться в семью народов или в тюрьму народов, как только хочешь называть, Советского Союза или Большой России. Для нас государство настолько обыденная ценность, что жизнь под другим государством, ну, в смысле, я имею в виду целый народ, мы просто представить не можем. Это невозможно. Потому что уже второе поколение у нас вырастает, которое родилось уже в независимости. Поэтому они другого Казахстана не представляют. Да. И это прекрасно. Осталось только понять, кто мы на самом деле. Потому что вопрос же не в деколонизации, а вопрос в постколониальности. То есть, как получается, есть какое-то состояние, когда мы уже не колонизированы. Вот так вот, де-факто. Я имею в виду про твердую колониальную вещь. Но понятно, что институты оставлены здесь. При том, сознательно или несознательно, в том числе наши институты, которые сами были сформированы во время вот этого давления колониального, они сами себя воспроизводят, они долго живут. Все еще работают, да. Они работают, и только понимание и работа над собой может это изменить. В том числе и отношение к различным там. Да, там, например, я вижу все меньше и меньше среди молодежи, например, как празднуют 9 мая. Да. Потому что это не совсем тот праздник. Во-первых, это не тот праздник, который присущ нашей культуре. Там, ходить, например, с портретами деда. Ну, то есть, как я, например, праздную. Я езжу на Азерат. Вот это кладбище, мое родовое. Ну, и подхожу там к ата, то есть моему деду. Там, убирать могилу можно, просто подойти храм почитать и так далее. Это, по-моему, память. Говорить, бряцать оружием, что мы можем повторить. Кто такие мы, кто должен повторить, я не знаю. И зачем вообще все это повторять? Ну, и очевидно, что не получится ни у кого ничего повторить. Вот, поэтому это как будто не мой путь, и я думаю, что это не наш путь. И мы ищем определенные вещи, которые были потеряны, но, тем не менее, они актуальны. То есть не надо искать то, что не актуально. Некоторые традиции умерли, потому что они умерли. Другие же, если они прямо вот напрашиваются жить, и они вот уже здесь, они современные, они там обогащают твой культурный бэкграунд, и так далее, то окей. По поводу культурный и бескультурный, кстати. Это очень интересно. Есть мнение, не только мое, что не бывает бескультурных людей. То есть каждый человек носитель какой-то культуры. И когда вот в советское время и там в постсоветское я слышал, что кто-то бескультурный, обычно это был казах из Аула, который приехал в город. И не умеет себя вести, как надо себя вести в городе. Как от него ожидают. Он и не бескультурный. Он носитель своей культуры, которая не совпадает с вашей. А возможно, вы вообще принадлежите к одной культуре, просто вы сами не сознаете это. Поэтому не бывает бескультурных людей. И не бывает иерархии культур. Кто сказал, что городская культура человека выше, чем культура сельского жителя. Это, видимо, тоже было годами насаждалось, что мы вам принесли культуру. Советский Союз принес в эти страны, советские страны, братские, как они любили говорить, страны, культуру, подразумевая русскую культуру. Тащие. Русский балет, русская музыка. Это все от нас. Пожалуйста, подарок берите, будьте культурными людьми. Вот так надо себя вести. Вот завтрак, обед, ужин. Вот вам ложки, вилки. То есть это же один из аргументов, когда ты говоришь, пытаешься переосмыслить то, через что вообще мы, как народ, как нация, прошли через Советский Союз. И люди, которые, как сказать, даже не ностальгируют, а больше за то, что там происходило, у них вот один из... Потому что они тоже в этой пропаганде жили. И им так преподносили. Поэтому сейчас это все нам даже переосмысливать. Я себя даже словила на мысли, что вот буквально мне сейчас 37 лет, я вот лет до 30, даже если не больше, жила вот там же, тем же этим. То есть я высмеивала людей, которые неправильно говорят по-русски. Если кто-то говорил с акцентом, например, так же говорила, ой, понаехали тут всякие аилские. То есть вот это вот все настолько было сильно насаждено, что будучи... Я вообще всего 4 года свою жизнь успела прожить в Советском Союзе, но это настолько далеко шло, что я вот буквально недавно уже, прожив, если повезет, половину уже своей жизни, я такая, блин, а оказывается это все не так. Я согласен, что любая идея требует от человека подготовки. То есть чтобы воспринять какую-то идею, нужна какая-то подготовка. Я не имею в виду какая-то осмысленная. Это просто какая-то база, которая у тебя уже есть, потому что ты какой-то определенный опыт имеешь. И это касается в том числе и вот этих идей, и любых других, в принципе. Что касается меня, у меня это было, у меня это было... Потому что я, в принципе, из города, который раньше назывался Целиноград, я не люблю это название. Он называется Ахмула, а сейчас он называется Астана, и так далее. И он... русскоязычный город на севере Казахстана. До столицы там был определенный... Ну, скажем так, определенный демографический он выглядел вот так вот. Это технический окрас был города, вполне такой. Вот. Это раз-два. Русская школа, русское телевидение. Это, в принципе, то, что человек потребляет, и он считает это своим, он считает это важным и правильным. Как правило, тяжело оспаривать авторитеты, особенно, когда ты ребенок. Да. Да. А все изменилось, наверное, ну, в году 2014. Да, то есть... Я еще помню, что во время грузинского конфликта или нападения на Грузию, я думал так, вроде как, вроде правильно говорят, ну, наверное, да, а может, нет. Ладно, пойду там поем, условно. То во время, когда случился Донбасс и Крым, у меня уже позиция была полностью формирована. То есть за это время, когда семя сомнений было посажено во время грузинского... В 2008 году, да? Да, то есть это 6 лет. Видимо, я где-то готовился, неосознанно к тому, что я в 2014 году буду иметь такую позицию. Там потому что уже пошло чуть-чуть сомнения. Да, потому что так, раз, 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 оказывается, вот здесь. Два, там, два, три, четыре, оказывается, границы. А у нас тоже границы. А у нас вот так вот. А где я? Где моя семья здесь? То есть насколько... Что моей семье здесь нужно? Безопасность нужна? Мы хотим уезжать, когда с вами? Нет, не хотим. А что, если с тем же самым сюда к нам придут? Вот именно. То есть у нас есть национальные интересы, и они вот такие. И я бы не хотел другого. И в 2014 году это было просто такое, типа, всё. И при том, это не было больно. Я, видимо, эти 6 лет просто потихоньку рос внутри себя, как просто, я не знаю, не хорошо бы сказать, как змея, но я просто сбросил прежнюю кожу и дальше пополз. Вот. Поэтому здесь я был полностью готов и потом уже дальше было легче. Потому что вещи, связанные с, не знаю, с национальным унижением, они же всё равно, даже если ты говоришь о том, что там Советский Союз такое-то государство, да, там, как любят говорить, была дружба народов, не было шовинизма, национализма, все были едины и так далее. Но потом ты, опять же, мы же базируемся на опыте, в том числе наших родных. Да, слышишь истории. слышишь истории дяди, тёть, слышишь истории там просто прохожих, своих родителей. И если у тебя есть мозги, ты сопоставишь. Но, наверное, там был и шовинизм, и расизм, наверное, так было. Наверное, там были другие вот такие вот дискриминационные средства, чтобы, например, казахов не было в городах много. Как прописка, например, несут прописки. Наверное, были и другие вещи. Просто, наверное, по мне, эпический пример есть Маншук Маметова. Это герой, о котором рассказывают в школах, геройка, героиня, о которой рассказывают в школах. Она женщина-солдат, вот, герой союза и так далее, и тому подобное. На её фоне строится какой-то военный миф. Но потом смотришь, что её отец был репрессирован. И у Али не было особого выбора. Потом смотришь и думаешь, так, во время Ашашлыка умело столько казахов. Нацистская Германия столько не убила, даже близко. Или вот Ашашлык, то есть лица советской власти уничтожила столько, столько, забрал столько, 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 сломал хребет наций. А можно ли называть такую войну за это государство отечественное? Где там отечество? Чё это вообще отечество? Да, чё отечество? Понятно, что тогда эти вопросы не задавались по разным причинам. В конце концов, 1934-1937 год они очень сильно заставили людей замолчать. Было страшно говорить что-либо. Ну и накануне войны тоже репрессии продолжались. Да, и после войны тоже. Вот эта риторика. Лишь бы не было войны, самое главное, это мирное небо над головой. С одной стороны, иногда думаешь, властям это очень на руку, когда народ просто боится уже войны, а всё остальное, что он там вытворяет, что там государство делает, это уже как будто бы на второй план отходит. Ну, я просто согласился бы, вот лишь бы не было войны, если бы была какая-то постоянно серьезная угроза войны, или там вокруг все воевали, вот прям вокруг-вокруг, да, каждый сосед воюет с друг другом, а у нас всё там мирно, мы такой островок. Вот так же не бывает. Бывает другая ситуация, когда мир заменяют словом стабильность, стабильность означает застой, застой означает то, что ты там беднеешь, или там институты, в том числе демократические, или там свободы слова, они затухают, они хереют, и потом у тебя получается, что вот ты как бы за мир, но в итоге это привело к тому, что у тебя в государстве зреет какой-то там социальный взрыв, который уже миром не является сам по себе. Поэтому здесь как бы подмена понятий, как по мне. Вот, что касается Второй мировой, мы просто знаем же про там Пакт Молотова-Риббентропа. Мы знаем про так называемую Зимнюю войну с Финляндией. Мы знаем также, что войска были использованы здесь, в Центральной Азии, в том числе для подавления восстаний народных. Да. И после этого, ну мне кажется, что это не очень актуально. Да, нацизм — это зло, концлагеря — это страшная вещь, Холокост должен никогда не повториться. Но оправдывать одно зло другим злом неправильно. То есть и это зло, и это зло. Просто правильнее в истории было так, чтобы вот это красное зло победило это коричневое. И так и случилось. Если у человека есть огромное количество непроработанных травм, то это он опасен для других. Потому что травмы действительно формируют плохую среду, травмы заставляют делать плохие вещи. Когда он проработал их, он намного лучше. На самом деле обществу правильнее будет проработать вопросы. Потому что чем больше затягивать те вопросы, которые накопились, тем страшнее будет их потом решать. Потому что, понятно, это как болезнь. Ну то есть нельзя прийти к доктору на термальной стадии рака и сказать, вылечи меня. А в начале обследования можно. Вот. Это так. Что касается междунатца, мы, скажем так, пропагандируем неплохое слово, наверное, мы говорим о гражданском национализме, о гражданской нации, о том, что называется в том числе политической нацией. и эта нация не связанная столько с этносом, сколько с паспортом, с ценностями, с теми страхами, которые люди разделяют и с теми победами, которые их ждут, с их надеждами. И это не имеет... То есть этот национализм гражданский не имеет лица в плане этнического. У него не азиатское лицо и не европейское лицо и так далее. У него голубой паспорт республик Казахстан и вера в том, что наши границы незыблемы, наша государственность должна существовать в веках, и то, что нашим детям будет лучше, чем нам. Вот этот вопрос. Что касается этих межнацев, именно такой ответ у меня. Потому что когда мы говорим плохо о Советском Союзе, или я когда говорю про шашлык, я не говорю плохо про русских. Русский народ пострадал от советской власти тоже очень много. Это и уничтожение крестьянской культуры, и в том числе интеллигенции. Те же репрессии. И репрессированы были, если посмотреть лагеря по Казахстану разбросанные, там фамилии разных людей. Тот же ГУЛАГ, да? Да, Карлак в Казахстане или Алжир. Там фамилии разных людей. И мы все объединены этой трагедией. Если какому-то человеку, скажем, пусть у него будет славянское происхождение в Казахстане, известно, что, например, его дед был репрессирован, был загнан в бараке в минус 40, где топили соломой, и он должен был идти через Вьюгу, чтобы просто получить какую-то дозу еды, и он умер совершенно собачьей смертью, которой не служит ни один человек. И с одной стороны. А с другой стороны, он там топит за Советский Союз, то, наверное, он мой соратник в плане того, что, смотри, вот эта проблема, эта трагедия нас объединяет. Я понимаю твою боль, ты пойми мою. Мы это осудим, дальше мы идем вместе. У нас за плечами как минимум одно сделанное дело. У нас за плечами мы разобрались с трагедией, которая случилась. Давай вместе это делать. Это не смысл, чтобы, не знаю, как-то говорить плохо про каких-то отдельных там, отдельные этносы. Это вопрос в том, чтобы все, пострадавшие от этого, а нету тех, кто не пострадал, собрались и высказались. Можно даже сказать, что это помогает нам обезопасить даже самих же себя от того, чтобы мы сами не начали тоже такое делать по отношению к другим. Конечно. Это совершенно именно так и есть. То есть, если с этим не работать, в том числе, я говорю про деколониальность, если она, если получится так, что мы не перейдем в деколониальный режим, ну, в режим плохое слово, в деколониальную реальность после постколониальной, тогда постколониальность кончится плохо. Она будет кончаться, где-то это кончается там экстремизмом, где-то это кончается там ужасным консерватизмом, да, скажем, ну, пример там Афганистана, к примеру. Где-то это кончается вот такими социальными взрывами. Где-то это кончается тем, что возвращается, ну, условное такое, колониальное, ну, квазиколониальное состояние. Ни один из этих вариантов меня не устраивает. Я надеюсь, что мы их согражданы тоже. Последний вопрос про, ну, вот актуальность, новость, отмененный концерт камузяков. Я видела, как уже российские, да, некоторые СМИ пишут, казахские националисты добились отмены, да, вот, камузяков. В Казахстане как на такие вещи реагируют? На российские СМИ? На такие заговоры? Описывают, да. Когда вот такие идут. Такая их, с их стороны, такое преподнесение, такая интерпретация вашей реальности. Честно? Одним из, одной из вещей, которыми я даже горжусь немножко, то, что у нас на Допсюэз, у меня и Жумарта, и наших гостей, получилось, может быть, в меньшей степени, но добавить маленькую толику от себя, в том, чтобы слово националист начало пониматься по-другому. Не как, вы понимали, в советское время. Что-то близкое к нацисту. К нацизму, да, шевинизму, к сенофобии, нетерпению к другим. Нет. Мы пропагандируем именно то, что национализм, не этнический совершенно, а гражданский и политический, он про другое. Поэтому многие, наши алашурдинцы были националистами. И это примеры, которыми стоит следовать. И многие люди, с которыми раньше говорили, нет, нет, я не такой, я сейчас вижу, что они говорят, да, я националист, для меня важны интересы нашего государства. Потому что это напрямую влияет на мою жизнь, на жизнь моих сограждан, на мой город, на мою, условно, там, область и на все, что происходит со мной. Поэтому, да, я отслеживаю, отстаиваю интересы своего государства. Вот. Поэтому я, ну, говорю, окей, хорошо. Я горд быть националистом. А что касается в целом российских СМИ, ну, я не знаю, они могут писать все, что им угодно, как бы, это другая страна, у них там своя повестка, они писали и худшие вещи про нас, и про нашу территорию, и про какие-то свои претензии. Как бы, you're welcome. Не страшно. Нам важнее здесь свое укреплять, да? Да, мы же уже какое-то время пытаемся отойти от этого информационного поля, именно российского. притом, и так получается, что и от хорошего, и от плохого. Потому что, ну, есть определенные вещи, связанные с внутренней движухой. То есть у нас кухня, внутренняя тфу-тфу, она развивается в последнее время очень хорошо. Я говорю про контент-мейкинг, я говорю про, скажем, поп-культуру, песни, которые происходят, певцы, книги выходят, кино, подкасты, опять же. То есть общественная дискуссия внутри Казахстана уже интересно становится для самих казахстанцев и даже для наших соседей. Например, я бывает разговариваю с кыргызами по поводу того, что происходит в Казахстане. Или мы можем говорить о том, что происходит в Кыргызстане в том числе. Это важно. То есть надо понять, что тебе на самом деле интересно. Русская желтая пресса или то, что, то, о чем говорят у тебя на твоей родине, то, что тебя касается, то, что ты слушаешь каждый день едя в машине или в Apple Music. Наверное, это важнее, чем... Что-то напрямую это является твоей жизнью, да? Да, а что касается отмены концертов Мусагалиева, я тоже немножко поучаствовал, совсем немножко. Просто высказал позицию и тут надо понимать, что канцелинг стал определенным. То есть я не то, что поддерживаю канцелинг, но я понимаю, что он в рамках, когда есть определенное недопонимание или дефицит взаимопонимания общества и власти, когда нету хорошо выставленных коммуникаций. Вот такие спонтанные компании канцелинга помогают донести до власть имущих или до власть придержащих позицию общества по тому или иному вопросу другого пути. Да, это сломанный телефон иногда, но другого пути бывает и не находится. На самом деле очень классный способ донести свою позицию. Да, потому что это видно, что это же не просто какая-то там группа людей, которая всегда известна всем и так далее. Мы видим это по комментариям, мы видим по количеству вовлеченных новых людей в этом. Об этом высказывается современная интеллигенция, хотя я не очень люблю это слово. Интеллигенция? Ну так, оно как будто такое, эксклюзивное. Да, начале сейчас в принципе правильно говорить интеллектуал. Пусть будет так, но все новое количество интеллектуалов в это вовлечено. То есть вот здесь Медич сказал, здесь сказал писатель, здесь сказал какой-то еще человек. Их аргументы убедительны, идет дискуссия, окей. Поэтому возможно, не поддерживая канцеллинг как явление, я понимаю, что иногда это определенный инструмент, чтобы достучаться до... То есть провести самые простые вещи, то есть коммуникации общества и власти. Классно. Ну и вот обещаю последний вопрос. Да, пожалуйста. По фидбэку и вот по импакту вашего подкаста хочется послушать. Бывает такое, что люди пишут вам и говорят, блин, у меня открылись глаза на вот это. Спасибо, что вы меня в это просветили. Я, оказывается, об этом вообще никогда не задумывался и не задумывалась. И вот конкретно после того, как я ваши подкасты послушал, послушала, у меня там очень много там происходит переоценка ценностей, да, то есть именно вот по вот этим важным темам, которые вы поднимаете. Ну, такое случается, это всегда очень приятно. Если ты, скажем так, поделился своей идеей хотя бы с одним человеком и это воспринял, это уже победа. Вот. А если это бывает чуть больше, то это всегда приятно. То есть это может быть связано с историей, с интерпретацией каких-то событий, связано с культурой, у нас была наверное мифологиня, правильно сказать, Зира Наурзбаева, это очень сейчас известный человек в Казахстане, она поднимает вопросы казахских мифов, как они связаны с общетюрскими мифами, как они сегодня, то есть как маленькие вещи, которые мы говорим каждый день, на самом деле имеют какое-то значение, которое идет из веков. И это всегда очень интересно, потому что это связано часто, например, с деторождением, с воспитанием ребенка, с теми вещами, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. И вообще не задумываемся, о чем это. И когда люди пишут, блин, спасибо, оказывается это так, теперь я буду знать. Или там, я не знаю, мы говорим про какие-то вещи, которые кажутся очевидными, но на самом деле это работает именно так. И это супер. Или когда там приходит, скажем, врач-гинеколог, или там врач-уролог-андролог, и говорят как будто про вещи, о которых не очень стоит говорить, кто-то так скажет. Но нет, здесь нет никакого ята, это, естественно, не безобразно, это медицина. И, конечно, здоровье каждого человека, оно важно. Для него прежде всего. Поэтому, если мы расскажем, что вот этого делать нельзя, или, скажем, своего ребенка надо там учить вот так, вот так, чтобы он избежал, например, домогательств, за это отдельно было много благодарности, то, ну, я считаю, что эта миссия выполнена. То есть, здесь нет вопроса просвещать, это тоже такое очень советское, как будто, да, есть какие-то темные люди, ты их просвещаешь, нет. А горту, да, вот это? Да, горту именно так. Нет, ты просто делишься информацией, делишься идеями, делишься мнением. Если кому-то они зайдут, типа, окей, я тоже так думаю, оказывается, или я с тобой согласен. Или мне это интересно, я пошла дальше, да, эту историю изучать. Там дальше потом в Википедии так нажимаешь, оттуда, 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 оттуда. Это круто. Поэтому это всегда приносит удовольствие. Здорово. Ну, успехов в дальнейшем. Спасибо. Процветание подкаста. Вам тоже. Спасибо большое за беседу. Это был подкаст «Баштам Башта» под названием «Одэкалон». С нами сегодня был Арсен, соавтор, соведущий подкаста «Добсёс» в Казахстане. Ну, мы с вами увидимся в следующих выпусках. Пожалуйста, делитесь нашими историями, делитесь нашими выпусками, кидайте ссылки друг к другу. И если у вас есть интересные темы, вопросы, пишите нам на почту. Это «Баштам Башта» собачка.gmail.com Мы всегда будем рады любой обратной связи. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова